2060 год. Впереди 40 лет американского доминирования. Проект ЗЗ. Положен ли предел доминированию США на мировой арене? Если положен, то в каком году американская сила иссякнет? И делает ли что Россия для ослабления могущества нынешнего гегемона? Америка будет доминировать. Но не вечно. В марте 2019 года Алексей Кудрин, глава счетной палаты России, в эфире канала «Россия-1» объяснил, что новой областью войны является экономика, а США в мировой экономике все-таки будут доминировать. Господина Кудрина цитирует канал РТ. Новая сфера войны – это экономика. В конечном счете, это, все равно приведет к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать. Вдобавок, уверен главный человек в счетной палате, Соединенные Штаты в ближайшее время намерены более эгоистично себя вести на мировых рынках. О могуществе Америки поведал самой широкой публике и профессор Стивен М. Уолт. Стивен М. Уолт из Гарвардского университета. В своем материале, написанном для авторитетного журнала «Фаррега Полиси», мистер Уолт задался вопросом, насколько сильны Соединенные Штаты. Вправду ли США до сих пор представляют собой однополярную силу, способную навязать свою волю противникам, союзникам и нейтралам? Могут ли США заставить всех, перечисленных выше, пусть через «не хочу», принять американскую политику, которую они считают глупой, опасной или просто противоречащей их интересам? Или все-таки существуют ясные ограничения для американской власти, предполагающие более избирательный путь и выверенную стратегию? Администрация Трампа, по мнению профессора, заняла первую позицию однополярной силы, особенно с тех пор, как Джон Болтон стал советником по национальной безопасности Белого дома, а Майк Помпея занял пост государственного секретаря. Правление Трампа ознаменовало возвращение США к одностороннему подходу – не брать в плен во внешней политике. Такой же подход эксплуатировал на первом президентском сроке Джордж Буш-младший. Ключевой особенностью того периода было следующее предположение – Соединенные Штаты могущественны, а другие государства можно запугать демонстрацией силы решимости США. Известна журналистская фраза тех времен – «Теперь мы империя, и, когда мы действуем, мы создаем свою собственную реальность». Компромиссы и создание коалиции «Путь слабаков» Вице-президент Дик Чейни в 2003 году заявил – «Мы не ведем переговоры со злом, мы побеждаем его». Да только подход Буша Чейни породил череду неудач. Тем не менее, и при администрации Трампа живет тоже односторонняя высокомерия, считает Уолт. Высокомерие профессор видит в экономике, Трамп угрожает торговыми войнами, а в иных случаях и ведет их, не только Китаю, но и многим экономическими партнерам Америки. Это его импульсивное решение – отказаться от транстихоокеанского партнерства и покинуть Парижское соглашение о климате. Это его подход – бери или уходи к дипломатии с Северной Кореей и Ираном, когда Вашингтон выставляет нереальные требования, а затем усиливает санкции в надежде, что эти государства согласятся вдруг на все, чего требуют Соединенные Штаты. Но ведь подобный подход к обеим названным странам неоднократно терпел фиаско в прошлом. Подобную веру в могущество Америки можно увидеть также в преждевременном признании Вашингтона Хуана Гуайда в качестве временного президента Венесуэлы. Почему же вашингтонские ястребы думают, что им сойдет с рук такой подход к внешней политике, по крайней мере, в краткосрочной перспективе? У профессора имеется ответ на этот вопрос. Несмотря на множество недавних ошибок, Соединенные Штаты по-прежнему очень сильны, пишет мистер Уолт. Активную помощь от США по-прежнему хотят некоторые государства, а сфокусированную вражду США ни одно государство не может игнорировать полностью. Соединенные Штаты по-прежнему являются огромным ценным рынком, доллар остается главной резервной валютой, а способность отключать другие государства или финансовые учреждения от инфраструктуры и глобальных финансов дает Вашингтону нестандартные рычаги воздействия. Однако хулиганский стиль команды Трампа побуждает его оппонентов объединять свои силы, исходя из собственных интересов, напоминает профессор. Не случайно Россия и Китай продолжают сближаться, несмотря на то, что они не являются естественными союзниками, и более разумный подход США мог бы дать Москве повод дистанцироваться от Пекина. То же можно сказать и в отношении Ирана импульсивное поведение хозяина Белого дома подтолкнет и Тегеран к Москве. Кончится тем, резюмирует Уолт, что мистер Болтон и его сподвижники, наверное, придумают какое-нибудь политическое прозвище для новой группы объединившихся, триатеранов, триады смутьянов или коалиция хаоса. Тот же факт, что как раз собственная политика команды Белого дома помогла объединить эти силы, будет этой командой проигнорирован. В США идет агитация за русский газ для Германии и в таблоиде Бильд вышел материал Юлиана Рёбки, где увлекательно рассказывается об агитации немецкого посла в США за газопровод Путина. Правда, со знаком вопроса. Автор материала ставит вопрос, мол, неужели посольство Германии в самом Вашингтоне и лоббирует русскую энергетическую, а заодно и внешнюю политику? По сведениям журналиста Бильда, Эмили Хабер, в марте текущего года разослала письма нескольким американским парламентариям. В письма Хабер выступила против ужесточения санкций против Москвы и призвала законодателей не угрожать ограничительными мерами двум российским компаниям, работающим в Германии. Рёбки предполагает, что Хабер, по-видимому, говорит от имени немецкого федерального правительства, когда пишет во множественном числе, к примеру, мы обеспокоены тем, что Конгресс сейчас планирует ввести в энергетической сфере новые санкции против России. Подобные меры, утверждает дипломат, могут задеть европейскую энергетическую безопасность. Есть в письме и конкретика, которую журналист Бильд находит явная угроза в адрес Вашингтона. К примеру, введение ограничительных мер против компании Новотек может негативно повлиять на одобрение импорта жиженного природного газа в Германии. Соответственно, это воспрепятствует увеличению объема импорта СПГ. В строительстве терминалов СПГ заинтересованы именно США, желающие и дальше экспортировать свой газ. Также Бильд приводит мнение одного человека из Конгресса США, который заявил, будто американские законодатели в шоке от писем немецкого посла. Ведь госпожа посол явно стоит на стороне Москвы. Русский АТОМ раскалывает Европу. Нет, не буквально. Атомный концерн раскалывает Европу. ЭИН АТОМ КОНЗЕРН СПОЛТЕРТ ЕРОПА Пишет в заголовке статьи для судьюща ЗАТОН Маттиас Колп Перед европейскими выборами зеленые предупреждают о надвигающейся зависимости Восточной и Центральной Европы от российского производителя АЭС РАСАТОМУ. Согласно 73-м страничному исследованию голландского эксперта в сфере энергетики Яна Хаверкемпа, Чан Хаверкемп, проанализировавшего деятельность РАСАТОМУ в Европе для зеленых в Европейском парламенте, РАСАТОМ пытается влиять на политику в Венгрии или Финляндии. В РАСАТОМУ такие обвинения отвергают, считая следование доказательством чистого отчаяния антиедерных фанатиков. Тем не менее, зеленые не сдаются. ЕС не должен соглашаться с тем, что Владимир Путин влияет на энергоснабжение Европы через государственную кампанию РАСАТОМ, цитирует Маттиас Колп одного из зеленых лидеров, Баса Айкхаута. Базикхаут. Хаверкемп, помнящая Фукусиме, убежден, что в Центральной Европе вероятно ядерная экспансия. В отличие от стран Балтии и Польши, где правительство критикует Россию, прочие члены ЕС в указанном регионе не настроены против РАСАТОМА столь критично. Далее господин Хаверкемп подчеркивает, что РАСАТОМ не только контролируется Кремлем, но и несет ответственность за российский сектор ядерного оружия, представляя собой военно-гражданский гибрид. О лекарстве против стресса рассказала в немецкой газете The World Mary Carol Hunter. Mary Carol Hunter, профессор Мичиганского университета. По словам исследователей, ученых-экологов, которых, кстати, так уважают зеленые в Германии и другие странах Европы, уровень кортизола у испытуемых снижался с максимальной скоростью в первые 20-30 минут пребывания на природе. Участники исследования не менее трех раз в неделю должны были проводить время на природе. Днем. Не заниматься спортом. Исключить общение в соцсетях, беседу и чтение. Восемь недель за участниками наблюдали ученые, изучая уровень кортизола, гормона стресса, в их организмах да и после прогулки на природе. Природа не означает похода в дальний лес. Для расслабления подойдет обыкновенный парк. Неплохо бы господам-политикам, взяв под руку зеленых, вместо заявлений с трибуны выкриков в твиттере погулять в парке. Будем здоровы!